С виду может показаться, что это обычная детская забава, игра в снежки. Однако, посмотрев на экипировку игроков, эта мысль сразу пропадает. Шлемы на игроках, судьях, а зрительская зона огражена забором. Все это для безопасности во время игры. Голову аккуратно, Дива! Летись! Юки Гассен в Мурманске явление не новое. В 2006 году в рамках международного молодежного проекта жители Заполярной столицы пригласили на чемпионат северных стран. А уже через два месяца в Мурманске состоялся первый турнир. И с тех пор соревнования проходят ежегодно. В этом году поучаствовал 14 команд из Москвы, Ноябрьска, Кировска, Кандалакши и Мурманска. Мы начинали играть на школьных стадионах. И последние годы у нас получается все площади больше и больше. Потому что раньше играли на одно поле, а сейчас мы играем на два поля. То есть, соответственно, это команд больше, судей больше, игроков больше. Все команды делятся на защитников и нападающих. Всего на поле 7 человек. Участники игры, стоящие сзади, обороняют свой флаг и подменяют выбитых игроков из нападения. А также подают снежки. Они, к слову, изготавливаются специально каждой командой. На один трехминутный тайм при помощи специальных форм делают 90 снежков. Уберется вторая часть пресс-формы, насаживается на штыри и начинается непосредственно производство снежков. Вот примерно вот такая вот мудрость. Задача нападающих – выбить игроков соперника, а также захватить флаг. Для победы надо поднять его над головой, стоя на двух ногах. По итогам полуфинальных игр сразились команды Сметана и Уна, которые были серебряными призерами Лиги чемпионов в Армении в 2019 году. Игра была очень напряженной. Первый тайм завершился в ничью, а остальные два играли с максимальной осторожностью. По итогам все участники получили памятные призы, а победители – дипломы, медали и командный кубок. Первое место заняла команда Уна. В финальной игре импайра играла Сметана. Третье место взяли игроки из Олимпии Магу. Данил Скуратов, Борис Савилев, ТВ27+.